Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер Как обещал в предыдущей серии, сегодня будем делать тамбур Для того, чтобы делать тамбур, если вы смотрели предыдущие серии, то у меня закончились доски И я привез сюда доски, но доски я привез сюда не сегодня, а вчера Как я говорил раньше, что в данное место на машине добраться очень проблематично То есть если это какая-то легковая машина, либо там даже просто кроссовер, может даже джип То ну как бы сюда очень опасно ехать У меня уже были попытки сюда прорваться на машине Они не очень хорошо закончились, как видите на этих кадрах Они закончились пробитым поддоном, потом длительные мучительные поиски трактора Ну и короче небольшой попадос на деньги был В общем, сейчас на улице очень холодно, у нас вот недавно было там минус 20, сегодня уже где-то минус 12 Я просто с машиной вышел, поэтому я еще такой тепленький И короче болото все это ребята замерзло, я рискнул вчера прорваться сюда на машине с прицепом Я привез доски, но короче сделать уже ничего не успел И сегодня смотрите, я прям можно сказать к моей землянке доехал на машине уже Вон там моя землянка, буквально сколько, 50 метров И я сегодня не иду пешком, не несу вот этот чемодан, как всегда, там рюкзак и еще что-то Вот ну эта штука она легкая, но объемная Короче, я все ребята привез в машине И это реально очень-очень классно, это очень облегчает задачу мне Но единственный минус, что морозы эти ненадолго, где-то через недельку уже у нас все растает И опять будет болото, и опять я уже не смогу на машине проехать Особенно после того случая, когда поддон пробил, то честно уже, ну очень страшно сюда вставаться на машине Короче шо, пока я тут болтал, уже немножко замерз Нужно одевать курточку и идемте, я вам покажу сколько я короче навез вчера досок сюда Какой сейчас курс биткоина в долларах? Один биткоин, это 32 827 долларов А еще в сентябре биткоин был по 10 тысяч долларов, а в марте вообще по 5 тысяч На таких скачках курса, ребята, можно неплохо заработать, купив на низу и продать на пике Например сейчас, или вот еще где-то недели две назад, когда биткоин вообще по 40 тысяч был Если ты ничего не понимаешь в этом, но хочешь на этом зарабатывать, тебе поможет надежная компания Avalon В ней работают профессиональные аналитики и финансисты, которые сделают все за тебя Тебе не нужно ни в чем разбираться Просто пройти простую регистрацию, пополнить свой депозит от 100 рублей и получать чистую прибыль 1,3% в сутки Итак, ребята, делаем сейчас вклад на 14 дней, заходим сразу на всю котлету, 67 тысяч рублей Ой, много ноликов нажал Жмем создать депозит, все, депозит успешно создан Ссылку, ребята, на компанию Avalon я оставлю в описании Для тех, кто хочет зарабатывать, переходите, регистрируйтесь Но помните, что ко всем финансовым операциям нужно подходить с умом Вот, ребята, часть досок, которые я вчера привез, уже смотрите, снежком немножко припали И самую малость, ну, не совсем-то и малость, но многовато Я вот, смотрите, поскладировал сюда, для того, чтобы они более сухими были Кстати, почему это такое происходит? Я не знаю, ну, в землянке я смотрел, вчера был ноль А на улице было вчера, ну, где-то минус 15, наверное В общем, ну, они, конечно, сырые, но Все-таки не такие сырые, наверное, как те со снегом Да и с ними, наверное, приятно ней работать будет В общем, взял так с запасом Давайте как-то спустимся в землянку Я надеюсь, что это безопасно И я себе сейчас ничего не сломаю Так О, как на горке съехал, смотрите Что я, наверное, перестарался самую малость Досок сюда накидал очень много Оба, смотрите, горка Была лестница, стала горка В планах сегодня у меня зашить вот эту часть И зашить вот эту часть И сделать дверь И вот, когда я сказал слово «дверь» вслух Я вспомнил, что я не купил петли на двери Хреново Ну, ничего, дверь сделаю, будет без петель А в следующий раз уже сюда приедем В следующий раз, кстати, ребята, у нас будет ночевка Еще будут морозы И мы думаем, что на машине сюда можно будет привезти генератор Плазму Плейстейшн И просто зависнуть здесь на 24 или даже 48 часов Ну, еще посмотрим Короче, тогда, наверное, и прикрутим двери Потому что вот каждый раз что-то забываем Мне, кстати, под прошлым видосом писали Что я каждый раз что-то забываю И люди не понимают, как можно каждый раз что-то забывать Ну, так, ребята, получается Что тебе надо взять то-то-то-то-то-то-то И ты, короче, как-то, ну, блин, не знаю, забываешь Надо сейчас как-то по этой горке выбраться наверх Спустить сюда ящик с инструментом И, в принципе, я могу здесь работать прямо внутри Даже не выходить на улицу Кстати, еще под прошлым видео писали Почему вы топили печку И держали открытую дверь Потому что мы, ребята, ее топили не для того, чтобы здесь ночевать А просто топили, чтобы вот чуточку, ну, теплее было А дверь открытую держали Вот некоторые догадались Для того, чтобы был просто в землянке лучше свет Мы все-таки видео снимаем Если бы мы тут собирались ночевать в прошлый раз То, конечно же, да Мы бы закрыли дверь Топили, бы экономили Сегодня не знаю, или буду топить Потому что самому не очень удобно будет за всем уследить Надо будет и работать, и топить В принципе, сложного ничего нету Не обязательно быть Юрием Цезарем Чтобы можно было взять такие задачи несложные выполнять Но я, короче, решил, наверное, топить сегодня не буду Просто сейчас побырику все это зашьем Выйдем на улицу, построим баню И опять сказал слово баню Понял, что нету клеенки Но есть та клеенка, которая интересные фикусы на баню использовали Я ее возьму Но ее, наверное, мало будет В следующий раз придется все-таки доделывать баню Ну ничего, в следующий раз мы приедем в большой компании надолго Все, 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 успеем Главное ничего не забыть Камера была выключена Я просто не подозревал, что такое может произойти Короче, карабкался я по этим штукам-дрюкам уже почти наверх Выкарабкался, хватаюсь за дверь Срывается рука Я, короче, на коленях вот такой По вот этим углам проскользил Очень болит колено Ах, прежде чем вылазить Я эти доски перескладирую как-то сюда Чтоб они, во-первых, не мешали мне работать А во-вторых, у меня был нормальный выход Потому что я сегодня здесь могу покалечиться И за мной никто не приедет сюда Одеваем мои супер-крутые МТАКовские перчатки Вот, кстати, были такие морозы Ну, сейчас уже чуть-чуть потеплее, но все равно холодно Надеваешь вот эти перчатки и реально вообще не холодно Они внутри флисовые Снаружи с такого Я не разбираюсь в этих материалах Ну, короче, им ничего не страшно В них можно как работать, так и просто ходить там Даже если вот поработал, можно вот так их легко встрепать И все, можно уже в город выходить Так сказать, на свидания эти Блин, длинные, зараза Не помещаются О, вот так, я думаю, сейчас я их поскладирую И они мне не будут мешать И мне будет удобно их брать И все будет хорошо Приступаем, потому что сегодня я сам А сам я много чего обычно не успеваю Это я обычно с кем-то не особо много успеваю Потому что когда ты просто делаешь что-то И не отвлекаешься Это происходит как бы естественным каким-то чередом Там вот если надо, на что-то час времени уходит час времени Когда ты это снимаешь Даже если вам кажется, что это вроде никто не снимает Там я ничего не показываю, просто болтаю То все равно на это уходит много времени Поэтому давайте постараемся сегодня меньше болтать И больше работать В общем, сейчас я думаю, надо как-то вот так Прикрутить одну доску Чтоб она шла вот так вдоль тетивы А снизу вот здесь у нас будет дровник Нам нужно будет заготовить еще дров Потому что, видите, там туда Где там были какие-то чьи-то запасы дров Они уже, во-первых, заканчиваются Во-вторых, туда ходить надо Кто-то говорил, перенеси их сюда, чтоб не бегать Хорошая идея Но мы, ребята, лучше заготовим своих дров Чтоб у нас с запасом было Потому что те дрова реально что-то быстро заканчиваются Можно сказать, еще зима, когда не наступила Мы уже там чуть ли не половину туда сожгли Короче, смотрите Сейчас вот так прикручиваем Потом от нее будем набирать стенку уже вон туда вверх Вот эта часть зашьется, здесь зашьется и здесь будет дверь И, смотрите, я еще взял такую штуку Вот Ее мы попытаемся как-то, ребята, прикрутить с той стороны Ну, я не скажу, что, знаете, с ней будет супер тепло Но какая-то минимальная теплоизоляция будет Хотя, на самом деле, вот через вот эти щели Ну, под ступенями Оно будет влага Не влага Холодный воздух будет заходить И все равно будет сюда выходить Но все равно, хоть немножко оно у нас обезопасит Тут, кстати, стабильное, смотрите Я что-то забыл показать Было 0,3 Вот сейчас в руку взял уже 0,5 Короче Здесь, в принципе, 0 Если топить Вот даже с открытой дверью мы топили Здесь было 3 градуса Если сделаем тамбур, будем топить Короче, будет супер В общем, что, приступаем Неудобно тут Крутиться, работать Но лучше пускай будут длинные Чем короткие Как в предыдущий раз были Что вот даже, видите, на кроватях Пришлось вот тут торцануть И оно с двух частей состоит И как я не усилял, ребята И металлической пластиной И там планочку прикручивал с той стороны Все равно, когда залазишь, в этом месте прогибается Поэтому сегодня, какая-то длинная доска Надо будет усилить, так сказать, кровать Но это мы займемся попозже Отмеряем Отрезаем Опа, 2 секунды и все готово А теперь прикручиваем вот здесь И там, я думаю, с помощью уголков К стенке можно будет прикрутить Так, получилась, ребята, такая балка С тремя уголочками Ее мы примастим Вот здесь Вот так вот И, в принципе, вот так это все дело вниз Туда будет зашиваться Штафетами В общем, снимать и прикручивать это Не совсем удобно Поэтому прикручу и уже покажу Как получилось Ну что, получилось, ребята, вот так Сейчас вот таким вот образом Вот так будем набирать Штафеты И Будем собирать стеночку Процесс сдвинулся с места Уже Хоть что-то, ну, видно Надо будет, кстати, венечком Потом обмести Потому что сегодня еще планирую Это все дело Вскрыть морилочкой Чтобы оно, как-то, знаете, в один цвет было С землянкой Вот эти штуки-дрюки Потом красивенько Так возьму Пилочкой отрежу Если получится Потому что тут Тива, наверное, будет мешать Ну, если сегодня не обрежу То в следующий раз бензопилой Так аккуратно пройдусь Бензопилой это все-таки будет и быстрее Да, я думаю, проще Потому что вот Ножовкой сильно Далеко туда не подберешься Комарик где-то нарисовался Очень странно Где-то он тут взялся Глупец, не лети на улицу Умрешь Странный какой-то Сидел бы у меня в землянке Грелся Короче, что, ребят Зашиваю Не вижу особо смысла показывать Этого, думаю, все понимают Как крутить саморезы Промежуточный такой момент Одна стеночка уже готова Сейчас с этой стороны Я думаю, надо Обмести это все дело Венечком красиво И каким-то образом Прикрепить сюда Утеплитель Я его вот так Кусками сюда наложу Чем-то наживлю И потом Парой штафет Я его прижму Чтоб он тут Так сказать На века был Ой-ой-ой Вот так Бывает Вроде кажется А что ты сделал? А тут бац Камеру поставил Она уже падает Банально, ребята Порой Чтоб выставить камеру Как-то Даже на штативе Нужно время Так, надеюсь Не упадет Приступаем Берем такой Мтаковский нож Классный И нож И плоскогубцы И куча открывашек Разрезаем Вот этот рулон Здесь 10 метров Решил взять с запасом Если что Потом придумываю Куда остатки пустить В любом случае Стройматериалы лишними Никогда не бывают И отрезаем Такие вот Кусочки Так, неудобно тут мерить Этих досок Понаскладывал кучу Ну, где-то значит Еще берем Вот так отрезаем Вот так Вот так Ну, короче На глаз Где-то вот так Опять рулетку не взял с собой Забыл снова Для сегодня реально Рулетка очень нужна была Было сложно порой Знаете Так на глаз торцевать Потом мерять Первые две вообще Короткие торцанул Но они, конечно, дальше Потом задействовались Так Один кусок отрезали Меряем Хотя говорят Семь раз отмерь Один раз отрежь В принципе, смотрите Как раз Отчасти примерил Отчасти на глаз Все Песня ракета Теперь Осталось лишь придумать Как его зафиксировать Я думаю Вот такие шкафеты Здесь прикрутить Либо поверх вот этой Прикрутить Ну, и тут прижать И Ну, конечно, да Вид с этой стороны Не очень такой будет Сразу же теряется Вид землянки Здесь, знаете Все такое деревянное Мне, кстати, под прошлой серией Писали Зачем тамбур? Достаточно просто Брезент какой-то плотный повесить Да, ребята Это было бы проще Но Брезент Ну, чуть-чуть бы уже портил вид А кто-то, кстати, писал Сделай баннер И на баннере напечатать Свою логотип канала Будет круто Было бы круто Но, сами поймите Вид землянка потеряла И было бы совсем не то пальто Короче, все Берем сейчас чем-то вот так Прикручиваем А потом Когда она уже будет само висеть Можно будет не держать Я Лишнее снизу отрежу Промежуточный момент Два таких стояка Можно сказать Поставил Здесь уже начал Зашивать эту стенку Правда, из-за того, что Землянка вот так Чуть-чуть конусно построена Есть определенные сложности Ну, я думаю С этой стороны мы их закроем Вот таким вот утеплителем И ничего видно не будет А с этой стороны Просто вот такими Дощечками Насколько это нужно Будет Позашиваем В общем, процесс такой Нельзя сказать, что сложный Нельзя сказать, что быстрый Ну, нельзя сказать, что медленный Короче, заработался уже Ну, минут сорок, наверное Не включал камеру Здесь я не помню Или показывал Прикрутил вот такую вот балку Здесь пока что Наживил саморезами Еще не знаю Может буду Не буду как-то фиксировать Но это потом посмотрим Когда уже, в принципе Тамбур будет готов И Было бы хорошо, ребята Смотрите Еще двери сделать И как-то тут Я не знаю Надо обойти Художественно немножко Вот эти моменты Чтобы красивее Столб вот этот смотрелся Ну, в принципе Что я вам скажу Визуально сразу же Как будто Воруется пространство Но По сути Его ни больше Ни меньше Не становится Потому что В принципе Лестница Задействуется только Для спуска в землянку Ну, либо же Выхода с нее Солнышко так хорошо Светит, ребята Но смотрю на часы Уже почти три часа дня То есть Где-то через час-полтора Уже вполне возможно Что может быть темно Поэтому Сейчас, наверное Буду оставлять Вот так Незаконченным Вот то дело Которое я начал Не хорошо так Я, в принципе Люблю заканчивать Как-то поэтапно Что-то делать А не все И сразу Но Солнце зайдет И каркас бани Я не установлю А вот этим В принципе Можно будет заниматься Как и в темноте Так и в следующий раз Когда придем сюда Так что давайте Наверное Сейчас на таком этапе Это все оставим Но Прежде чем мы Все это оставим Мы, наверное Сейчас Я с собой сегодня Такую чудо-юдо Машину принес Вот Короче Морилка Она вроде Очень жидкая Я надеюсь Что она пройдет Через вот это Сопло Или как это сказать Правильно Короче Через вот это Маленькое отверстие Она пройдет И не забьется Нужно вскрыть Вот эту стену Хотя Блин Какой смысл Это сейчас вскрывать Если оно все равно Все до конца Не будет вскрытым Ладно Раз уж взял И честно Очень руки чешутся Испытать эту штучку Давайте все-таки Сейчас наберем туда морилки Ну что, ребята Пишите в комменты Будет ли работать Это чудо-юдо машина Накачиваем давление Работать-то она точно будет Но мне кажется Может такое случиться Что Забьется быстро Эта штука Ой Берем вот так И смотрите Боже Насколько все быстрее Особенно когда я потолок красил У меня руки по локоть Были черные Смотрите Оп Оп И не надо долго Вот это все дело нюхать Так По проводам конечно же Нехорошо Но Как уже есть Краской наверное так не получится Краска более густая Она забьется А морилка То что надо Буквально пару минут Я не знаю Если без камеры То было все гораздо быстрее И все готово И не надо травиться Стоять дышать Этой морилкой Реально Классный способ В общем Возьмите себе на заметку Я не знаю Может это уже До меня миллион лет назад Так и забрели А я еще такими знаете Древними Мамонтовскими Способами Делал Сейчас нужно сделать баню Я не знаю Чтоб она картину возле землянки Не портила Где же ее поставить Так Я думаю Наверное Тут видите Раньше болото такое было Я сейчас наверное Вот туда в болото спущусь И вон там Начну строить баню Пока светло Ну и перед уходом Еще один раз Наверное вскрою Все морилкой Видите Хороший такой способ Реально Вот мне очень понравилось Я вот уже десятый раз повторяю Просто я в восторге Ребята Вы не представляете Какая-то морилка Вонючая Возможно она какая-то Не совсем морилка А не пойми бог Что там короче В той морилке Но Не нужно ею травиться Дышать Потому что Один раз Надышался этой морилкой Ехал домой И мне уже Аж голова болела Как будто знаете Водки какой-то Шмурдячной Напился Строитель Сергей Трейсер Приступает К созданию Бани Для того Чтобы сделать баню Мне нужно 8 вот таких Вот палочек Ох Так Сейчас нужно Без рулетки Как-то Определить высоту Бани Я думаю Что в принципе Вот такой высоты Как я вот Задер руку Будет достаточно Держим вот здесь В этом месте Палец Берем нашу Пилу И отрезаем Нам нужно Сделать Таких 8 Так Шаблонную палочку Убираем в сторону И погнали И Финиш Все перенес Ху Аж жарко стало Не скажу Что оно тяжелое А жарко Потому что Компания МТАК Дали мне Супер Крутую Одежду Для зимы Я вам скажу так Из-за этой одежды Я даже Ни разу Не могу Зимой замерзнуть Ну не то чтобы Я люблю мерзнуть Просто Ну зима Хотелось бы хоть раз Замерзнуть А МТАК мне говорят Не Серега Тебе типа нельзя мерзнуть Давай Одевай наши шмотки И иди Короче Работай Ну пожалуйста Пожалуйста Хоть раз Можно замерзнуть Они говорят Вот замерзнешь ты Заболеешь А кто будет нам Видосы снимать Короче спасибо Компании МТАК Реально Очень теплая Хорошая Крутая одежда Ссылки на все мои товары Будут в описании Ребят Сключиваем Четыре такие Стенки бани Потом Мы их вот так Разложим Я не знаю Как я сам их подниму И скручу Но с этим потом Разберемся Давайте поэтапно Разбираться с проблемами Вот это будет Поперечина Вот такая в ширину Будет баня Баня по идее Может не идеально Ровно Но квадратная Получится Я думаю Что то что надо Четыре Стенки собраны Теперь Самое сложное Так Нужно чтобы Кто-то держал Вот эту конструкцию Кто-то Мне подал Вот ту конструкцию Как это все дело Сделать правильно бы Может ее на баланс Поставить Стоит Очень хорошо Твою же мать О Ну что то получается Короче Гиблое дело Во первых я на горке Это начал делать Конструкцию надо сейчас Как минимум туда снести Я просто там Камеру удобно поставил На штативе И Ну как бы Сместился сам сюда Сам я целиком Эту конструкцию Ребята не перенесу Поэтому Наверное Вот в таком положении Это все дело оставлю Оно конечно же упадет Развалится Ну в следующий раз приду И просто банально Хотя бы один человек будет Все будет гораздо проще И гораздо быстрее А то сейчас такой знаете Мартышкин труд происходит Лучше я пойду Внутрь землянки И буду дальше заниматься тем чем занимался Я надеюсь что там уже Немножко выведут И еще раз ребята Хочу вам напомнить Про спонсора своего видео Это компания Аволон Ссылочку на которую можно найти В описании видео Получилось Что то вот такое Тут конечно все разбрызгал Но я потом думал Все равно поверх коры Вскрыть это все дело морилкой Зачем Спросите Не знаю Короче пора ребята Наверное заканчивать Потому что Камера Села Еще раз залил морилкой Тут все Укрепил кровать Вот видите Теперь цельная доска Сверху И снизу Еще раз Вот это все дело Промазал Точнее Разбрызгал Морилкой Не снимал это все дело Уже потому что Камера села Вот берег батарею На последний кадр Такое вот ребята Получилось видео Не пропустите следующий ролик Я уверен Он просто будет крутой Прикиньте Мы сюда принесем плазму Плейстейшн Будет у нас генератор И вообще будет веселая Веселая тусня Нас будет минимум 3 А то может быть даже 4 человека Где мы здесь все поместимся Не знаю Будем короче что-то думать Может даже Кто-то в доме ночевать будет Может какие-то еще Временные кровати смастерим Короче будет веселая тусня Для того чтобы не пропустить Жмите колокольчик Подписывайтесь на канал С вами был Сергей Трейсер Всем до новых встреч Ребята Всем пока